Уже завтра вечером в Геншине пройдёт смена баннеров, и в прошлом ролике мы узнали, сколько примагемов получится накопить за время их действия по 30 января. Но стоит ли вообще крутить эти баннеры, или приберечь примагемы на потом? В этом сейчас и попробуем разобраться. Начнём с оружейки. Все боготворят этот баннер, и несложно понять почему. Офигенная сигна Райден с луком Еемии. А самое главное, что из эпиков есть их бюджетные замены. К примеру, ржавый лук хорош для Еемии, а плавник достойная палка на Райден. То есть даже тем, кому не повезёт выбить ивентовую легендарку, и выпадет какой-нибудь стандартный меч сокола, можно за крутки получить хотя бы эпик замену в виде ржавого или плавника. Да и фавоний не так плохо, как некоторым кажется, очень даже годный мечик. Так что с эпиками тут всё гуд. Но допустим, у кого-то нет Райден или Еемии, стоит ли тогда крутить оружейку? Громовой пульс, кроме Еемии, подойдёт лишь Тарталету и Фишельмейнерам, которые собирают её на физурон через обычные атаки. В остальном сигна Еемии это критовая затычка. Эх, да, чуть не забыл про Илой, который подойдёт этот лук. Разве кто-то играет её? Всем пофиг на Илой, даже самим разработчикам. Что насчёт жатвы, эта палка поинтереснее. Даёт много восстановления энергии, перекачивая этот стат в силу атаки. Кроме Райден, жатва отлично заходит сянлин. И некоторые одевают её на Сайна и Сяо, потому что они дамагеры, которым важна ульта. С жатвой они получают больше энергии, что позволяет чаще жать ульту. При этом не особо теряется урон за счёт дополнительной силы атаки. Так что тем, кто мейнит перечисленных персонажей, крутить оружейку можно. Только не увлекайтесь особо, иначе без гемов останетесь. И придётся донатить минимум на благословение полой луны. Кстати, беру луну я по сниженной цене на геншин дроп. Уже давно без кейсов и никакого скама. И там тоже проходят раздачи, в которых можно участвовать бесплатно. Если надумаешь, то ссылка в описании. Баннеры персонажей. Начнём с эпиков. Беннет, Сара, Шеврёс. Да это же готовый отряд под Райден. Я даже завидую тем, кто будет крутить созвездие на Райден именно сейчас. Когда это делал я, в баннере была Синьянь. А тут Шеврёс, которая сможет заменить Кадзуху. Пока выпадет Райден, под неё собирается готовый отряд. И всё это в одном баннере. Да и сами по себе эпики неплохие. Беннет вообще один из лучших саппортов. Шеврёс тоже не так плоха, как некоторые подумали. И её мы разберём позже, более подробно в отдельном ролике. Разве только Сара идеально отыгрывает лишь в отрядах с Райден? Для других персонажей её баф на силу атаки слишком короткий по длительности. Но Беннет и Шеврёс достойный внимания. Ради них покрутить можно. Что насчёт легендарок? Райден отличный персонаж, который без созвездий позволяет собрать один из сильнейших бюджетных отрядов. Который будет выносить вперёд ногами всё, что есть на 12 этаже бездны. Плюс никто не отменял арбузные отряды на дендробутонизации. Как по мне, Райден подрывает арбузы лучше всех. Собрал её в мастерство, прожал элементальный навык и вперёд. А при двух созвездиях Райден становится одним из лучших дамагеров в игре. Про Еймею такого, к сожалению, не скажешь. Конечно, играя её от реакции пара вместе с Елань или Синсю, она выдаёт неплохие циферки. Но только в одну цель. Пожалуй, не буду лить воду и скажу прямо. Мне Еймея не понравилась. Да, она играется легко, прожал элементальный навык и кликая одну кнопку. Но когда в бездне ставят двух и более жирных по хп вражин, Еймея очень долго с ними расправляется. Потому что не может выдать хороший урон сразу по нескольким целям. Это прям дико напрягает. Короче, лучше крутить Райден. Это даже не обсуждается. Вариантов её сборок больше и отряды сильнее. И эпики в баннере считай готовы под неё отряд. А ещё у меня на канале можете глянуть ролик на бюджетную Райден. Он хоть и старенький, но всё ещё актуальный. Ссылку на него оставлю в закрепе. Ну что ж, подведём итог. Баннеры второй половины 4-3 хороши. Крутить можно ради Беннета, Шеврёс или Райден. Ну а тем, кто уже выбил Электроархонта и Беннета, крутим оружейку. Как минимум плавник заберёте, который на четвёртой пробуде будет не хуже Сигнатурки Райден. Либо копим примагемы на Сяньюнь. Лично я буду копить, потому что и Райден 3 созвездия Сигна, и Беннет с 6 созвездием. Может крутану раз 10 баннер только ради Шеврёс? Не более. А теперь благословение полой луны за прошлый ролик забирает мистер Прохор. Укажи в комментарии под этим роликом свой вид из игры и получи шанс забрать бесплатную луну. А кто получит её за это видео, ты узнаешь в следующем. Так что не пропусти. Покеда. 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 Покеда.